Мы собрались здесь, чтобы навсегда попрощаться с мистером Питом. Мистер Питом не ушли. Как это понимать? Эмма встречается с Эммом! Как она могла променять меня на этого дурачка? Эмма, ну успокойся уже ты, наконец! Я-то я мне еще покажу, и вы мне в этом поможете. Бен, за мной! Вот, Итан, я приготовила нам пикник. Классно, правда? Ага, очень. Мои любимые красаны! Эй, Итан, оставь мне хоть один. Я вообще-то нам их на двоих купила. Ага, еще чего. Они мои любимые. Значит, я их все и съем. Ах так, да, Итан? А знаешь что? Ну-ну, попробуй удивить. Мы с тобой расстаемся. Что? Ты в своем уме, Эмма? Ты не можешь со мной так поступить? А вот и могу! Ты просто ужасен! А я и тебя любила! Ах так, ну и катись тогда. Ты мне не нужна. И вообще, этот пикник отстой. Зачем ты все это делаешь? Ты что, больной на всю голову? Будешь знать на будущее, что со мной лучше так не поступать. Ну ты и... Эй, Эмма! Ты ж, как она посмела бросить такого красавчика, как я? Нужно будет ей отомстить еще похуже. Эмма, что случилось? Ты сегодня какая-то грустная. Да так, рассталась с Китаном. Представляешь, он испортил наш с ним пикник. Офигеть! Я всегда знала, что он плохой парень. И хорошо, что ты его кинула. Да, он ужасный, он дурак. И я его все равно люблю. Эмма, ну ты чего? Боже, глупая. Ну все, пою, у тебя хорошо. Девочки, привет. Эмма, ты чего плачешь? Что-то случилось? Сэм, это я так. А ее, ее Итан бросил. Вот она и плачет. Лейла, это же неправда. Это я его бросила. Эмма, я тебе помогаю. Ну чего ты? Сэм неплохой парень. Может быть, начнешь с ним встречаться. Ой, мне очень жаль, что так произошло. Давай, может, в кафешке посидим. Куплю тебе вкусняшек. Ну, я не особо. Ладно, пошли. Отлично. Там как раз такие пирожные завезли. Объедение. Надеюсь, ей понравится это свидание. Ну, я этой Эмме и покажу, кого она потеряла. Только как ей отомстить? Ничего в голову не лезет. Итан, чего ты так кричишь на улице? И чего сидишь здесь один? Где твоя милая Эммочка, а? Не ваше дело. Хотя, знаете, вы можете даже мне чем-то помочь. Мы с чем? Короче, Эмма меня бросила. И я хочу ей отомстить. И показать, какого классного парня она бросила. Она тебя бросила? Ого! Она же всегда такая добренькая. Точно не ты ее бросил? Точно. Короче, вы мне поможете или нет? Ура, ура, ура. Наконец-то. Итан станет моим. Нет, Итан, обратись к кому-то другому. Нам со Сьюзи нужно. Никуда нам не нужно, мы тебе поможем. Подруга, мы же на маникюр опаздываем. Подыграй мне, Итан должен стать моим. А ты мне в этом поможешь. О, ништяк. А есть какие-то идеи, как ей отомстить? Ну ладно, зато будет весело. Короче, Итан, если ты хочешь отомстить, нужно что-то очень масштабное. Ага, ага. И еще нужно что-то такое, чтобы она сама захотела тебя вернуть. И пришла со словами, Итан, я без тебя не могу. Почему ты ушел? Ну, что-то типа такого. О, кажется, я знаю, что можно сделать. И что же? Я подстрою свои похороны. Что? Итан, подожди. А потом он начал так кричать, что у меня чуть уши не отвалились. Эмма, с тобой все хорошо? Да, Сэм, все хорошо. Просто я немного задумалась. Я понимаю, что расставание это сложно, но Итан был реально плохим парнем. Да я знаю, мы поэтому и расстались. Но мне все равно сейчас так грустно. Так, меньше грустей. Ты же красивая, умная, добрая. Зачем тебе этот Итан вообще? Правда? Мне никогда не делали такие комплименты. Эмма, я всегда так думал. И вообще, я хочу, чтобы ты была моей девушкой. Что? Сэм, ты сейчас серьезно или ты просто хочешь поиздеваться надо мной? Нет, конечно. Я бы себе никогда такого не позволил. Это все правда. Я, если честно, в шоке. Сэм, ты очень хороший и милый парень, но... Что? Предупреждаю, тебе со мной будет сложно. То есть? Ты согласна? Ура! Как же я рада! Да, я тоже очень рада. Рита, ты в своем уме? Ты что, решил подстроить свои похороны? Я, конечно, знала, что ты умом не силен, но не до такой же степени. Ничего вы не понимаете. Это самый лучший вариант отомстить Эмме. И как? Это тебе поможет, а? Ну, как тут можно не понять? Я подстрою свои похороны, Эмма увидит меня и поймет, кого потеряла. И что потом? А потом я приду к ней, и она будет в полном шоке, что я жив. И вернется ко мне. Да, план надежный, как швейцарские часы. Так, стоп. То есть ты хочешь, чтобы Эмма к тебе вернулась? Но зачем? Ну, как зачем? С ней было удобно, вот. А не легче себе найти другую девушку? Может, она совсем рядом? Нет, мой план идеальный. Ну и все, я вас потом позову, буду занят. Ну ладно. И что ты будешь делать, подруга? Пусть он следует своему плану. А потом я уже что-то придумаю. Кажется, скоро будет очень весело. Да, не думала, что конец этой книги такой скучный. Лейл, помоги, я не знаю, что мне делать. Так, давай рассказывай, что за тетостропа у тебя опять случилась? Ты будешь просто в шоке. Ну? Я слушаю. Сэм был в меня влюблен, и он мне признался, представляешь? О, так я за тебя рада, подруга. Но мне стало жалко, и я согласилась. И что мне теперь делать? Лейла, это вообще-то не смешно. Прости, просто ты так переживаешь, как будто бы тебя обокрали. Ну, конечно, я же ему собрала. Он мне совсем не нравится. Так, стоп, стоп, стоп. Это же хорошо, подруга. Как это хорошо? Ну, смотри, ты бросила Итана, потому что он плохо себя с тобой вел, верно? Угу. А Сэм, который в тебя влюблен и готов сделать просто все ради тебя, теперь твой парень, правда? Ну, да. Так и в чем проблема? Сэм хороший, умный, добрый парень, который тебе еще понравится. Дай ему только время. Ну, может, ты и права. Ну, вот, проблема решена. Лейла, спасибо тебе, что бы я без тебя делала. Наверное, бегала бы по всему дому в поиске решения твоей проблемы. Так, все знают, что делать. Мы заходим в класс, говорим всем про твои покороны. Все идут к тебе, Эмма понимает, кого потеряла. Я иду к ней, и она возвращается ко мне. Можно было бы и запомнить Бритни. Да, 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 да. Так, я иду готовиться, а вы приступайте к плану. Так, что ты придумала, Сьюзи? Увидишь, это Эмма не вернется к нему. Он будет моим, как я и давно хотела. Подруга, я в тебе и не сомневалась. Эмма, а не хочешь сегодня сходить в кино? Такой фильм нашел? Просто обалдеешь. Конечно, не против. А что возьмем к фильму? Ой, ребят, я тут подслушала. Вы что, на фильм идете? Ну, да. А ты хочешь пойти с нами? Да, давай, Лейла, втроем будет веселее. Ну, не знаю. У вас же получается свидание, и я там буду лишняя. Ну, Лейла. Эмма, не парься. Сегодня пойдем вдвоем, а завтра... Ребят, вы не поверите. Случилась трагедия. Сьюзи, что произошло? Что-то серьезное? Да, очень серьезное. Итан, он... Завтра похороны у Итана. Что? Такого просто не может быть. Вот это новости. Что произошло? Как это случилось? Почему вы молчите? Эмма, держи себя в руках. Не нужно на них срываться. Итан сказал, что хочет видеть вас всех на своих похоронах. Да, он нам сказал его дворецкий. Я не могу в это поверить. Это просто невозможно. Тише, давай пройдемся. Может, тебе лучше станет. Ждем тебя на похоронах. Что-то здесь не так. Какое-то у меня предчувствие. О, девочки, вы уже пришли? И как все прошло? Все прошло просто замечательно. Все поверили. Эмма даже заплакала. Эй, не смейся над ней. А что? Ты же все равно хочешь ей отомстить? Никто, кроме меня, не вправе над ней смеяться. Надеюсь, ты меня поняла? Бу-бу-бу, какой же ты злой. Ну так что? Осталось ждать только твои похороны, да? Ага. Я как раз закончил все приготовления. Это будет просто идеальный план мести. А главное, это будет весело. Бритни, в похоронах нет ничего веселого. Да и не важно. Ну ладно, девочки, до завтра. Мне нужно быть полностью готовым к своим похоронам. Как же это все-таки странно звучит. И не говори. Эмма, ну пожалуйста, прекращай плакать. Да как мне прекратить? Я до сих пор не могу в это поверить. Эмма, послушай, пожалуйста. Такое бывает, когда люди уходят навсегда. Но это не конец, Света. У тебя есть я, Лейла. Да, но Итан... Эмма, я тебя очень сильно люблю. Поэтому, пожалуйста, прекрати плакать. Я всегда буду с тобой. Я не могу смотреть на тебя, когда ты плачешь. Ладно, Сэм, я попытаюсь. Спасибо тебе, что ты меня поддерживаешь. Ну а как же я могу по-другому? Ты же моя девушка. Ну, все готово. И где же твой гроб? Гроба не нашлось. Я взял кушетку. Да, это очень убедительно выглядит, Итан. Мистер Итан, гости уже пришли. Так, все, все на позиции. Мы собрались здесь, чтобы навсегда попрощаться с мистером Итаном. Подруга, что-то я уже устала плакать. Ну, потерпи ты. Ты же хочешь помочь подруге. Он был прекрасным человеком, хорошим учеником и просто великолепным парнем. Ну да, ну да, прям великолепным. Я попрошу вас всех сказать пару слов, нескольку Итану. Итан, как же рано ты нас покинул. Мне будет тебя не хватать. Ты был очень хорошим другом. Ну, и классным, короче. Итан, ты был очень дорогим для меня человеком. Мне очень жаль, что все так случилось. Мы хоть с тобой и не особо дружили, но ты был неплохим человеком. И не переживай за то, что я останусь одна. Теперь у меня есть Сэм. И со мной все будет хорошо. Что? Эмма теперь с Сэмом? Офигеть. Теперь я спокойно смогу забрать себе Итана. Прощай, Итан. Итан, ты... Не особо, конечно, мне нравился. Но мне жаль, что так вышло. Не знаю, что они ушли. Как это понимать? Эмма встречается с Сэмом. Тише, Итан. Они же могут нас услышать. Ты так орал, что у меня аж голова начала болеть. Как она могла променять меня на этого дурачка? Итан, успокойся уже ты наконец. Я-то я мне еще покажу. И вы мне в этом поможете. Бен, за мной. Подруга, Иль, что теперь будет? Без понятия. Но для начала нужно его успокоить. А то он еще начудит что-то. Я не могу поверить, что Итан все это подстроил. Так и знала. Нужно срочно все рассказать Эмме. Слушай, Сэм, а может в кино сходим? А ты-то вчера о нем говорил, но из-за этих похорон все отменилось. Конечно, давай. От этого фильма ты будешь просто в шоке. Ибо там... Эмма, привет. Мне срочно нужно с тобой поговорить. Что, опять? Лейла, что-то срочное? Да, очень важное. Но... Мне нужно сказать это Эмме. Наедине, понимаешь? Так, я и Сэм, это как один человек. Можешь говорить, не стесняйся. Эмма, это очень личное. Так, Лейла, либо ты говоришь при Сэме, либо не говоришь ничего вообще. Так, девочки, не ссорьтесь. Раз так, ну хорошо, как хочешь. Итан на самом деле подстроил свои похороны, и он же... Что? Вот-вот, на меня такая же реакция была. Придумать же такое. Лейла, я не ожидала от тебя такого. Это очень некрасиво с твоей стороны. Что? Ребята, я говорю вам правду. Вы что, мне не верите? Да как в это можно поверить? И вообще, зачем Итану подстраивать свою смерть? Я... Да я не знаю. Пойдем, Эмма. Я не хочу больше это слушать. Я думала, ты добрая, Лейла. А ты... Эмма. Стой, я говорю тебе правду. Почему все так вышло? Нужно как-то ей доказать, что я не вру. Сейчас что-то придумаю. Я сейчас такой злой. Вот скажи мне, Бен, как она могла со мной так поступить? Ну, что я могу вам сказать, мистер Итан? Вы сами вырыли себе эту яму. Бен, ты мне должен помогать, а не читать нотации. Поймите, мистер Итан, если бы вы изначально вели себе подобающие Сэмы, этого всего можно было избежать. То есть ты хочешь сказать, что я во всем виноват? Да, именно так, мистер Итан, вам уже давно пора повзрослеть. И... И что ты предлагаешь мне делать? Пойти и извиниться перед Эммой, рассказать ей всю правду. Именно так поступают настоящие джентльмены. Ну да, мой план и так провалился. Возможно, ты и прав. Спасибо, Бен. Всегда пожалуйста, мистер Итан. Эй, дворецкий, ты знаешь, куда пошел Итан? Конечно, он пошел к Эмме. Вот блин, а куда именно? Вон ту сторону. Спасибо. Эх, молодежь, я в их годы тоже так ошибался. Ну где же этот Итан, где его искать? Да чего ты, подруга, за него так переживаешь? Он же не маленький. Ну а вдруг он какую-то глупость совершит? Ну совершит и совершит, это его проблема. Зато будет весело, не находишь. Ну тебя. Итан! Итан! Как же все-таки смысл сложно. Итан! Наконец-то я тебя нашла, остановись ты уже. Эй, Сьюзи, у меня нет времени, я спешу. Что ты сейчас собираешься делать, а? И вообще, к чему был этот твой план о похоронах? Уже забыл, да? Нет, не забыл, и тебя вообще не касается то, что я собираюсь делать. Да зачем вообще тебе она? У нее есть теперь Сэм, оставь ее в покое. Почему тебя это так волнует? Ты даже не моя девушка, чтобы лезть ко мне в жизнь. Меня это волнует, потому что я люблю тебя, дурак. Что? Ого, вот это было сильно. Сьюзи, ты сейчас это серьезно? Да, ты никогда не замечала моих чувств, потому что ты был Сэммой. А я всегда хотела, чтобы ты был моим парнем. Эй, Сьюзи, успокойся, ты чего? Мне власть, Бритни. И поэтому я всячески пыталась помочь себе с твоим планом, чтобы ты забыл Эмму и заметил меня. Сьюзи, я просто... Я больше не хочу стараться, мне уже все надоело. Сьюзи, успокойся. Идан, побежали, нужно ее успокоить и догнать. Я не могу. Ну ты, понятно все с тобой. Как же мне теперь быть? Точно, я же к Эмме и шел. Надеюсь, что Сьюзи тут. Блин, и здесь нет. Может здесь Сьюзи? И тут тоже нет. Ну и где же мне ее найти? Я уже все обыскала. Сьюзи? О, наконец-то нашла. Так, нужно скорее это снять на видео. Ну ты, конечно, не даешь, подруга. Все прямо ему в лицо сказала. Я в шоке. Теперь он меня точно будет избегать. Что же я наделала? Ну, ничего страшного. Еще не все потеряно. Да что ты такое говоришь? Ты видела его реакцию? Он даже ко мне на метр не подойдет. Так, я не поняла. Где ты с Сьюзи, которую не останавливала? Ничего. Нет, ее больше нет. После того, как я рассказала о своих чувствах Итану. Что? С Сьюзи влюблена в Уитана? Вот это поворот, а? Но ты же понимаешь, что своим признанием ты могла просто его испугать. Тебе нужно срочно еще раз с ним поговорить. Только нормально. Ты так думаешь? А я когда-нибудь была не права? Ну, может и так. Все равно я ему больше не нужна. Он пошел к Эмме. Так, мне это все надоело. Пошли. Ой-ой, пора сматываться. До сих пор не могу поверить, что Лейла вообще смогла так поступить. Да, я тоже такого не ожидал. Слушай, а может быть она права? И Итан реально жив? Эмма, не говори ерунды. Ты же сама его видела. Этого просто не может быть. Ну да, ты прав. Я говорю какую-то ерунду. Может тогда пойдем в кино? Нам там точно никто не помешает. Эмма, наконец-то я тебя нашла. Лейла, да сколько можно уже? Лейла, ты чего пришла? Я тебя даже видеть не хочу. Эмма, послушай меня, пожалуйста. У меня есть доказательства того, что Итан жив. Эт ты за старая. Лейла, тебе еще не надоело? Так, Эмма должна быть здесь. Да услышь меня, Итан жив и он тебя обманывает. Кто это? Лейла? Лейла, меня это уже все достало. Ты совсем сошла с ума. У тебя нет ни грамма совести. Я потеряла родного для себя человека, а ты... Эмма, ты... Вот, у меня есть доказательства. Посмотри это видео и ты убедишься, что... Что это только что было? Без понятия. И разбираться об этом я не собираюсь. Она испортила мне все настроение. Итан, как ты посмел сюда явиться после того, что ты сделал? Да тише ты, а то все услышат. Ну и что? Пускай все узнают, что ты обманщик, лжец и ужасный человек. Лейла, пожалуйста, не говори Эмме, что я ее обманул. Ха, чего бы? Ну, если ты мне поможешь, я тебе помогу помириться с Эммой. Договорились? Ну, не знаю. Ты мне никогда не нравился. Ну, пожалуйста. Мне очень нужна твоя помощь. Хорошо. Но если ты опять хоть что-нибудь вытворишь... Не вытворю, обещаю. Пошли ко мне, там хоть спокойно поговорим. Ну, и чем же я могу тебе помочь? Понимаешь, я устроил все эти похороны, чтобы отомстить Эмме за то, что она меня бросила. Ну, это я уже поняла. Потом я понял, что поступил очень глупо. И хочу перед ней извиниться. Да, поступил ты и вправду глупо. Ну, так в чем проблема? Подойди и попроси прощения. Нет, я не могу. Мне страшно и стыдно. У меня никогда не было такого чувства. Итан, это называется совесть. Наконец-то ты с ней познакомился. Как же все сложно. Еще и Сьюзи мне призналась в любви. Что? Правда? Как неожиданно. Я даже не догадывалась. Ладно. Как сказал Бен, мне нужно быть мужчиной и отвечать за свои поступки. Итан, наконец-то я слышу от тебя плинные слова. Я приятно удивлена. Теперь нужно вернуться к Эмме и... Отпусти меня, ты имеешь право, что я вовремя стою, ты не трогай. Ребят, отпусти меня. Мистер Итан, у вас две гости пожаловали. Отпусти меня, как вы это вообще имеешь право? Бен, отпусти их. Чего вы пришли? Итан, тебе нужно поговорить со Сьюзи. Бритни, я не хочу. Хочешь? А что тут вообще Лейла делает? Не думаю, что вам обоим это обязательно знать. Я так и знала, что ты хочешь вернуть Эмму. Подожди, Сьюзи. Я не... Ах, вот значит как, да? Значит мы сейчас идем к Эмме и говорим, что ты построил свои похороны и заставил нас участвовать. Хм, я уже пыталась. Она не поверила даже мне, своей лучшей подруге. А вам и подавно не поверят. Это мы еще посмотрим. Ну блин, Лейла, нужно их догнать. Давай быстрее. Как же мне это все уже достало. Бритни, стой. Я не могу уже бежать. Подруга, как ты не понимаешь? Нам нужно добраться быстрее к Эмме, чем те двое. А что мне с этого? Он все равно хочет быть Сэммой. А как же ты меня уже достала? Он не хочет быть Сэммой. Что? Что ты такое говоришь? Бред какой-то. А ты сама не понимаешь? Если бы он хотел ее вернуть, он бы сразу к ней пошел, а не просил помочь Лейлу. Тогда о чем он хочет с ней поговорить? А тут я уже не знаю. Поэтому нам и нужно бежать быстрее, чтобы их опередить. Быстрее, Лейла, а то они доберутся скорее нас. Подруга, давай, бежим. Итан, я же не могу бежать так быстро, как ты. Давай быстрее, мы и так отстаем. Зачем нам вообще спешить? Иногда ты уже меня не послушала. Нам нужно спешить, чтобы Сьюзи с Бритни не испортили мое извинение. Какой же ты все-таки. Нет сил с тобой спорить. Мы уже очень сильно отстали. Давай, побежали. Эти ваши любовные игры. Наконец-то мы пришли в кино. И нам теперь точно никто не помешает. Да, теперь мы можем насладиться нашим свиданием. Вот, фильм скоро уже начнется. Три, два, один. Нам нужно с тобой поговорить. Да сколько можно? Третий раз это уже невыносимо. Сэм, успокойся ты. Ладно. Так, а о чем вы хотели со мной поговорить? Короче, если кратко, Итан подстроил свои похороны, чтобы тебе отомстить. Представляешь? Это что, зараза, я понять не могу. Сначала Лейла, а теперь вы. Ну, Эмма, это правда. Мы тебе не врём. Знаете что, я вам не верю. Мы ему даже помогали с этим. Да, почему ты не можешь просто нам поверить? Слушайте, я никому из вас не поверю, пока сама не увижу Итана. Живого и настоящего. Эмма! Ближе! Не подходи, не трогай! Ай, Эмма, перестань. Зачем ты кидаешь? Да! А ну все быстро успокоились! Так-то лучше. Итан, ты ничего не хочешь объяснить? Ты? Да ты реально построил свои похороны? Ну да, Эмма, но... Ты думал, что этим сможешь мне отомстить? А ничего глупее придумать не мог? Вся эта беготня, мне кажется, стоила этого момента. Тихо, тихо. Эмма, я знаю, что поступила максимально ужасно и глупо. Я хочу, чтобы ты меня выслушала. Нет, не хочу. Ты так упал в моих глазах. Я не хочу тебя больше видеть. Эмма, ну выслушай ты его. Он бежал к тебе со всех ног, чтобы сказать кое-что очень важное. Ладно, я это делаю только ради Лайлы. Ура! Спасибо, Лайла. Всегда пожалуйста. Эмма, я только недавно осознал, как я ужасно вел себя в наших отношениях. Только сейчас заметил. Да замолчи ты. Мне с этим помог один умный, мудрый и взрослый человек. Ай, си! И я хочу извиниться перед тобой и пожелать счастья. Что? Что ты имеешь в виду пожелать счастья? Я очень злился, когда узнал, что ты с Эммом счастлива. Даже без меня. Как же трогательно. А как по мне, ужасно затянуто. Эмма, извини меня за этот прикол с похоронами. Да и вообще за все. Подруга, ну ты чего? Ну прости ты его уже. Итан, хорошо. Я тебя прощаю. Но даже не думай, что я к тебе вернусь. Я тебя больше не люблю. У меня теперь есть Сэм. Я знаю. Мне это не нужно. Потому что... Мне нравится Сьюзи. Что? В смысле, Итан? Ты не шутишь? Наконец-то дождалась. Да, не шучу. Когда ты мне призналась, у меня сердце забилось так быстро, как никогда прежде. Итан. Сьюзи, будешь моей девушкой? Конечно, да, еще раз да. Аплодисменты вставим. А у меня есть идея. Может быть, мы теперь все вместе посмотрим фильм. Да, наконец-то я его посмотрю. Давайте. Спокойной ночи, Эмма. Любимая, может, вернешься ко мне? Отстань от меня, наконец-то. Но я же тебя люблю. Да ты задолбал меня уже преследовать. Что вообще происходит? Эмма, но я опять хочу быть с тобой. Нет, мы расстались. Ну, и где на этот раз? Эмма, я изменился и буду любить тебя. Да как ты это делаешь? Я дам тебе все, что ты желаешь. Нет! Может, ты передумаешь? Да исчезни ты! Да что это такое? Эмма, давай встречаться. Эй, подруга, что с тобой? Да опять о нем сон приснился. Ясно, ничего не меняется. Фух, как же это было страшно. И приснится же такое. Хорошо, что это не наиву. Я бы чокнулась. Нужно Заку набрать. Алло, любимая. Привет, Зак. Сегодня зайдешь за мной? Ну, конечно, зайду, любимая. Только доиграю быстренько. Хорошо, жду. Ты чего мне сегодня так рано позвонила? Мне приснился страшный сон, вот я и набрала. И что снилось? Не важно. Эмма, ты как обычно. Ну, Зак, это правда ерунда. О, нет. Что такое? Почему ты так удивилась? Да, не важно. Пойдем отсюда. Ладно. И потом я ей говорю, это не так. А она... Эй, Итан, ты меня вообще слушаешь? Ага. Алло, я здесь. Извини. Да куда ты вообще смотришь? Извини, засмотрелся немного. Пошли, а то уже скоро урок. Ну, ладно. Эмма, а ты написала это задание? Да, сейчас дам тебе списать. Держи. Эмма, псс, подойди сюда. Зак, подожди минуточку, я сейчас приду. Ну что, я надеюсь, он тебе сегодня больше не писал? Мой подруга, хуже. Только не говори, что вы с ним ходили гулять. Нет, ты что? Поговорим об этом где-то вне школы. А то здесь даже стены имеют уши. Хорошо. А как Зак вообще на это реагирует? Он не знает. И ты не должна об этом проболтаться. Хорошо, молчу, молчу. Эмма, котенок, а куда мы сегодня пойдем? Да куда ты захочешь? Ну, тогда прогуляемся в парке. Ладно. Я не понимаю, когда это все закончится? Он на каждом шагу меня преследует. А что же случилось? Я цветы в шкафчике нашла. И от кого они? Ну, очевидно же, что не от Зака. А, слушай, а почему ты не хочешь все рассказать ему? Да от этого будет только хуже. А я не хочу с этим всем разбираться. Я тебя поняла, подруга. Представляешь, я вчера в игре выпил самого крутого героя. Это тот, о котором ты всегда рассказывал? Да. А, понятно. Кстати, у меня тоже есть крутой герой. Не понял. Ты что, тоже играешь в эту игру? Да нет, в реальной жизни его Зак зовут. Спасибо, Эмма. Люблю тебя. Я тебя, любимый. Может, прогуляемся сегодня? Любимая, может, вернешься ко мне? Эмма, но я опять хочу быть с тобой. Эмма, я изменился. И буду любить тебя. Ну, так что? Давай, я согласна. Вот и отлично. Эмма, как там твои сны? Не закончились? В смысле? Какие сны? Ну, помнишь, ты рассказывала, что тебе кошмары снятся каждый день. А, точно. Ну, вроде как уже закончились. Наконец-то. А то они тебя так мучили. Что случилось, любимая? Да я листочка испугалась. О, смотри, кто идет. Вижу. Фу, вот это она стрёмная. Ну да, я бы с тобой в жизни не встречался. Эмма, с тобой точно все в порядке? Ну, мне просто сейчас немножечко не по себе. Слушай, а ты не обидишься, если я домой пойду? Ну, мы же толком и не погуляли. Зак, пожалуйста, мне очень надо. Эх, ладно, беги, любимая. Спасибо, люблю тебя. И я тебя. Как же меня это все задолбало. Что опять стряслось? Мне кажется, он преследует каждый мой шаг. Я так больше уже не могу. Он чокнутый. Думаешь, он на такое способен? Я уверена в этом на сто процентов. Ну, не знаю, Эмма. Ну, а ты на всякий случай будь поаккуратней. Дожилась, что теперь на каждом шагу нужно оглядываться. Очередной день в школе. Ой, мне кажется, портфель забыла. Ну, я тогда пошла. Догонишь меня. Хорошо. Вечно она все забывает. Не поняла. Она что, так быстро пошла? Странно. Ну, ничего, я и сама дойду. Эмма, почему ты ушла без меня? Разве так было тяжело подождать? О, Виолетта, ты уже пришла? А где Эмма? Не знаю, она должна была быть в школе. Ну, как видишь, ее здесь нет. Странно. Может, зашла в магазин по дороге? Так, дети, и садитесь. Сейчас будет контрольная. Итан, возьми трубку. Ну, где же ты? Бритни, с каких это пор мы разговариваем по телефону во время контрольной? Извините. Сдавай телефон и пиши тест. Вот зараза. Держите. Что ты сказала? Извините, немного опоздал. Можно сесть? Что за дети пошли? Одна по телефону орет, вторая опаздывает. Бегом контрольную писать. Что? Где я? Эмма, ты у меня самая лучшая. Люблю тебя, Ита. И я тебя люблю. О, нет. Только не это. Помогите! Скоро уже второй урок. А Эмма до сих пор нигде нет. Что это такое? Я даже представить не могу, что случилось. Это же вы общаетесь с Сэмой. Ну да, мы. Тогда передайте ей, что если она не явится на третий урок и не перепишет контрольную, то останется учиться на второй год. Но мы и сами не знаем, где она. Мне все равно. Я все сказал. Хорошего дня. Будь же Зэмой, да. Витни, закрой рот и не смейся. Эй, Зак, ты с моей девушкой так разговаривать не будешь. А ты вообще не вмешивайся. Тебе что, проблем мало? Походу, что мало. Убери своего дружка. Итан, поем отсюда. Они нам не нужны. Это не последний наш разговор. Вот же выскочки. Как ты, любимая, тебе уже лучше. Бритни, не трогай меня. Они еще ответят за то, что сделали. Нет, я не могу здесь просто так сидеть, сложа руки. Нужно поискать способ выбраться. О, точно. Здесь же было окно. О, нет. Он, похоже, заблокировал его. И оно теперь не открывается. И что мне делать? Ну, как синяк, болит. А вот здесь болит. Да что ты со мной как мама возишься? Хватит, может, уже? Прости, прости. Слушай, я сегодня свободна после школы. Могу к тебе зайти. Посидим. Может, какой-нибудь фильм посмотрим. Нет, Бритни, не надо. У меня там дела. Заняты, короче. Давай как-то в другой раз. Ну, ладно. Ну, я тебе позвоню, как освобожусь. Все, пока. Как-то довольно странно. Он себя ведет. Я до сих пор не могу понять, куда она исчезла. Согласен. Она будто сквозь землю провалилась. Ну, вот где столько времени можно пропадать? Зак, скажи мне, может, ты знаешь, где она? Если бы я знал Виолетта. А если она захотела какой-то франк над нами сделать или пошутить? Ну, не знаю. Это как-то не похоже на Эмму. Тем более, она так никогда не делала. Сомневаюсь. Давай проверим у нас в комнате. Вдруг она там. Мы же не посмотрели на самом очевидном месте. Я, конечно, сомневаюсь, но давай проверим. Тогда побежали. Эмма, я вот тебе цветочков купил. Ты же эти до сих пор любишь, да? Ну, чего ты молчишь? Я же так старался. А может, потому что сначала ты преследовал меня, потом похитил, а сейчас притворяешься, что все хорошо? И вообще, мы давно расстались. Ну, я же писал тебе, предлагал встретиться. А ты ни в какую. Вот и пришлось тебя украсть. Итан, ну у тебя же есть девушка, а у меня парень. Ну и что? Я могу бросить Бритни. Мне это не тяжело. Спасибо, не надо. И цветы свои забирай. И больше вообще не трогай меня. Ну, Эмма. Я все сказала. Хорошо. Куда здесь идти? Зак, ты чего встал? Налево, конечно же. Ну, извини. Я же не знаю, как у вас здесь все устроено. А мог бы уже узнать. И здесь ее нет. Ну, где же она могла деться? Аномалия какая-то. Мне кажется, уже нужно подавать в розыск. Ну да, а вдруг с ней уже что-то случилось. Пойдем в полицейский участок. Может, ее там уже кто-то словил. Хорошо. Все еще злишься на меня? Даже еще не начинала. Отлично. А то я тебя вот кушать приготовил. Фу, что это? Овсянка. Я помню, ты любила ее когда-то. Вот именно, что когда-то. Но не сейчас же, Ита. Ну, это же было твое любимое блюдо. Прошло уже столько времени. Столько всего поменялось. Ну, давай ты успокоишься. И мы нормально поговорим. Ну, попробуй, попробуй. Я понимаю, что ты зла на меня. За все, что я тебе сделал. И за то, что я похитил тебя. Угу. Ну, я правда изменился. Я уже не тот Итан, который был. И я правда тебя люблю. А я не верю в то, что ты изменился. Мне нужно само это увидеть. Раз хочешь увидеть, хорошо. Я тебя понял. Удачи. 415-й, ответьте. Здравствуйте. Давай. Ребята, а вы почему без стука? Извините, пожалуйста, но нам очень нужно найти одну девочку. И когда же ваша эта девочка исчезла? Ну, сегодня днем. Извините. После пропажи должно было пройти 36 часов. Тогда и обращайтесь. Но спустя столько времени, может быть, уже поздно. Ничем не могу вам помочь. Ну, чего стоите? Очередь не задерживайте. Много таких девочек пропало. Мама, если пошли. Тихо. Если память мне не изменяет, он вроде живет в этом доме. Так, Бритни, что ты вообще здесь делаешь? Я решила устроить тебе сюрприз. Та-дам! Какой еще сюрприз? Бритни, ты что, совсем с ума сошла? Ну, я же говорила, что хотела зайти к тебе сегодня. Так вот, я и здесь. Ну, я тебе четко дал понять, что я сегодня занят. И приходить не стоит. Что непонятного? Эй, ну, в смысле? Прямом. Пока, Бритни. Эй, да что с тобой сегодня? Вот же, зараза, что я делаю не так? Виолетта, не плачь. Мы обязательно ее найдем. Все будет хорошо. А вдруг с ней уже что-то страшное произошло? Не говори глупостей, с ней все хорошо. Я это чувствую. Как же мне жалко Эмму. Ну, не плачь ты. Мы не будем о ней забывать. И обязательно ее найдем. Зак, спасибо тебе, что ты сейчас рядом со мной. Я бы не знала, что без тебя делала. И тебе спасибо. Эй, Зак, не стоит. Ладно, извини. Я пойду. Да, ничего интересного. Смотри, что у меня есть. О, опять приперся. Что тебе надо в этот раз? Вот, держи. Твой сок с курассанами. И пижама, кстати, тоже твоя. Спасибо. Что? Это та самая пижама, которую забыла у тебя на ночевке? Именно она. Кстати, ты не особо поменялась. Так что она тебе в самый раз. Даже я про нее забыла. Как ты все это время ее хранил? И почему не выбросил? А как я могу выбросить вещь девчонке, которую люблю? Спокойно, спокойно. На самом деле, мне очень приятно, что ты хранишь ее и помнишь обо мне. Спасибо тебе. Не за что. Ладно, кушай и ложись спать. Если что, плед тут есть. Я пошел. Спокойной ночи, Итан. Спокойной ночи, Эмма. Ну, он вроде не такой уж и плохой. Или мне так кажется. Виолетта, я тебя так сильно люблю. А как же Эмма? Да наплевать на Эмму. Она все равно где-то пропала. Ну, тогда ладно. Фух, это был походу просто сон. Фух, ресницы же такое. Ладно, буду дальше ложиться спать. Ну что, Зак, есть какие-то новости? Нет, вообще тишина. А у тебя? Так же. Что это за невезуха? Я сама не знаю. Да почему же у нас получается ее найти? Да не расстраивайся. У нас все получится. Мы обязательно ее найдем. Ты думаешь, у нас есть шансы? Немного, но должно быть. Вот и я о том же. Ну все, успокойся. Я же тебе говорил. Все будет хорошо. Ладно, ладно. Доброе утро, моя любимая принцесса. Время просыпаться. Что? Уже утро? Конечно, уже восемь утра. Ну ты и Соня. Ты даже не представляешь, насколько удобный этот диван. Ага. Я так сладко спала на нем, что даже не хочется просыпаться. Почему я там представить не могу? Конечно могу. Я сам частенько засыпаю на этом диване. Я так хорошо еще никогда не высыпалась. Слушай, я сейчас тебе быстро приготовлю завтрак и буду собираться идти в школу. Хорошо. Это что, мне опять сидеть дома одной в этих четырех стенах? Если тебе будет грустно одной, я могу прогулять, чтобы ты не скучала. Ну... Говори, говори. Не хочу это, конечно, признавать, но я была бы очень рада, если бы ты со мной остался. Вот и отлично. Чем заниматься весь день будем? Ну, можем посмотреть сериал какой-то. Как в старые добрые времена? Ну, что-то типа того. Хорошо, тогда я сейчас Бритни напишу, что меня не будет. Бритни меня сегодня... Не будет в школе, я занят. Не могу прийти. В смысле? Чем можно быть занятым второй день подряд? Да не плачь, Виолетта, не плачь. А это чего сопли пускают? А это чего сопли пускают? Что уже не так? Ага, Эмма исчезла, поэтому и плачет. Уже второй день ее нету. Какое соплини, что-то здесь явно не так. Виолетта, успокойся. Давай еще раз пойдем в полицию, чтобы найти ее. Ну, давай попробуем. Ну, почему они расстались в конце? Не плачь, не плачь. Это просто сериал. Но мне так грустно. А ну, вытря слезки. Слушай, Итан, а почему ты меня вообще похитил? Солнышко, ну я же говорил, что хочу возобновить наши отношения. Что я изменился. Ну, а как же Бритни? Я не люблю Бритни и не хочу быть с ней. Я люблю тебя. Ну, ты же понимаешь, что это ужасно по отношению к ней. Да и Зака я бросить не могу. Давай забьем на их мнение. И будем жить в свое удовольствие. Ну, не знаю. Ты очень хороший, Итан. И совсем не такой, как я о тебе думала. Но все это очень сложно. Ну, а у тебя есть еще куча времени, чтобы передумать. А у тебя тут, кстати, не так уж и плохо жить. Никаких уроков, никакой уборки. Одно наслаждение. Ха, а ты думала. Здравствуйте, мы опять к вам. Я перезвоню. Постучаться до сих пор не научили? Уже прошло больше 36 часов после пропажи нашей подружки. Теперь мы можем подать в розыск. Да, уже можете. Говорите имя своей подружки. Эмма. Так, а теперь возраст. 18. Хорошо, мы сделаем все, что в наших силах. Спасибо, спасибо вам большое. Да, идите, идите. Наконец-то. Да, да, да. Ну уж нет, я это просто так все не оставлю. Бритни, чего тебе? Выйди, пожалуйста, на пару минут. У меня к тебе разговор есть. Слушай, а нельзя разговор как-то перенести на пару дней вперед? Я же говорил, я занят. Нет, это срочно, выходи. Окей, минуту. Кто там пришел? Что случилось? Бритни пришла, хочет поговорить. Я выйду к ней на минутку, ты же не против? Нет, конечно, тем более, это же твоя девушка. Не смеши меня, пожалуйста. Ну, так что ты там хотела? Говори быстрее, у меня нет времени. Ты какой-то странный последние два дня. Может, объяснишь мне, что с тобой происходит? Если ты собралась мне задавать такие тупые вопросы, то я возвращаюсь в дом. Нет, это не все, о чем с тобой я хотела поговорить. Что еще? Я уже задолбалась тянуть эти отношения, и я хочу расстаться. Ну, если тебе так будет лучше, то без проблем. И ты так просто меня отпустишь? Ну, типа того. Ну, Итан, как же так? Ну, ладно, Бритни, мне пора. Пока. Ну, куда? Пуши, может, мы ее еще как-то поищем? Я не верю, что мы можем это оставить просто так. Полиция этим уже занимается. Ну, на нее я точно особо не рассчитываю. Давай попробуем. Может, ты знаешь места, где она любит быть? Ну, у меня есть один вариант. Но я пока что в нем не совсем уверена. Так чего же ты раньше не говорила? Давай проверим этот вариант. Вдруг повезет. Ну, можно попробовать. А что вообще за вариант? Ну, тебе пока рано об этом знать. Я схожу, сама все проверю, а потом уже будем делать какие-нибудь выводы. Ну, хорошо. Тогда я жду тебя здесь. Итан, вырви этот дурацкий будильник. Да не будильник это. Кто-то пришел. Ого, опять? И кто на этот раз? Я выйду, посмотрю. Хорошо, иди. Ну, привет, Итан. О, Виолетта, а ты какими судьбами ко мне? Что-то нужно? Итан, мне Эмма рассказывала, что ты за ней следишь, мониторишь, написываешь ей. Что за чушь? Такого не было никогда. Ой, только давай без этого. Ну, и что дальше? Ее уже второй день нет в школе. Как и тебя. Быстро говори, где она. Она у тебя? В смысле, что она у меня будет делать? А может, ты ее украл? Мне что, делать нечего? Я на такое не способен. А это что еще такое? Это же голос Эммы. Это тебе показалось. Все, пока. Все понятно. Давай, давай, поворачивай. Все случилось так, как я и подозревала. Что там рассказывать? Эмма тебе рассказывала о своих снах. Да, она говорила, что ей всякие ужастики снятся. Все время ей снят то, как Итан ее преследует. В смысле? При чем здесь Итан? Ну так это же ее бывший. Он ее не только во снах преследовал, но в жизни тоже. Что? О, нет. Так вот она что. Я в шоке. И я подозреваю, что Итан ее украл и держит у себя в доме. Ох, я сейчас ему покажу. Стой. Давай сделаем по-умному. Как же это? Поговорим для начала с Бритни. Ну привет, Бритни. И вам. И что вы там хотели? А то я спешу. Ничего, задержишься. Слушай, а как там Итан? Итан? Так я с ним рассталась. А, ничего себе. Зак, а почему это так произошло? Да, он какой-то странный стал, игнорил меня вечно. И зачем мне вообще это терпеть? Как ты думаешь, он способен украсть Эмму? Ого, а это что еще за вопросы? Просто ответь, да или нет. Ну, я не уверена, что он на такое способен, но на Эмму он часто засматривался. Ну все, мы тебя поняли. Спасибо. Пока. Что-то я до конца понять не могу. Что нам это дало? Итан, я остался с Бритни. Ну это я понял, а дальше что? Зак, врубись, он это сделал для того, чтобы начать встречаться с Эммой. Что? Ох уж мерзавцы. Это точно. Ладно, пойдем тогда домой, а то сил нету. Согласна. Помнишь, когда Бритни приходила? Ну да. Мы расстались тогда. И раз уж у меня нет девушки, то я могу тебе с полной уверенностью предложить встречаться. Я не знаю, это как-то так все быстро. Сделай так, как тебе подскажет твое сердце. Ладно, Итан, я согласна. Ура! Как же я тебя люблю, Эмма! Ух, как же я от этого всего уже устала. И не говори. Кстати, давай, может, завтра скажем полицейскому, что Эмма может быть у Итана. Конечно. А как тут по-другому? Вот и отлично. Слушай, а ты не хочешь остаться у меня на ночевку, чтобы у меня ночью было не так страшно? Я только за. Зак, у меня к тебе есть серьезный разговор. Внимательно тебя слушаю. Ты мне очень давно нравишься. Еще до того, как Эмма начала с тобой встречаться. Ты мне тоже очень нравишься, Виолетта. Ну, привет, ребята. Привет, идиот. Следи за языком. Иначе что? Увидишь. Это я еще идиот? Ну, а кто Эмму украл? А ты сначала докажи, что это я. А вот возьму и докажу. Удачи, болван. Любимую, успокойся. Все будет хорошо. Попались голубки. Здравствуйте. Как там успехи с поиском Эммы? Мы еще не нашли вашу подружку. Что вы хотите от меня? Зато мы нашли. И не знаем, где наша пропажа сейчас находится. А вы уверены, что это она? Мы это видели своими глазами. Как думаете? Вот-вот. Да и смысл нам врать вообще. А, ну если так, тогда поехали. Вы со мной? С удовольствием. И меня с собой возьмите. Ну, поехали тогда. Проходите. И когда он уже придет? Уроки уже давно закончились. Привет, любимая. Я сейчас тебе такое покажу. Давай, мне уже интересно. Готово. Чего? У меня была такая же реакция. Нет. Ну, я всегда знала, что Виолетта – это таща стерва. И говорила, что лучшая подружка. Да какая она лучшая подружка? Глаза одно говорит, а за спиной вон что делает. Ну да, согласен. А Зак тебе как? Да он вообще дурак. Даже не переживает за меня. Я же говорил, что тебе со мной будет лучше. Ага. Итан, спасибо тебе, что открыл глаза на то, какими подлыми бывают люди. Я тебе очень благодарна. Я тебя люблю, Эмма. Стоять! Вы задержаны за кражу человека. У вас есть право на адвоката. Нет, это все не так. Отпустите его! Доигрался паренек. На этом твои игры закончены. Романтик. Что вы натворили? Отпустите. А ну успокойся. Пошли в отделение. Итан, а почему это у него двери открыты? Давай быстрее. Отпустите, вы все не так поняли. Итан, что вообще произошло? Надо разобраться быстрее. Ну что, любимый, теперь нас ничто не побеспокоит. Вы сейчас серьезно? Более чем. Нет! Что вообще произошло? И почему Итана забрали полицейские? Фух, приснилось. Виолетта, вот она, доктор. Итан, зачем ты доктора вызвал? Со мной все хорошо. Виолетта, все будет нормально. Не переживай. Эй, вы что делаете? Со мной все нормально. Поставьте меня на место. Итан, что это все значит? Виолетта, тебе нужно лечиться. Со мной все в порядке. Вы отдыхайте, а мы вас вылечим. Спасибо, доктор. Виолетта, не переживай, все будет хорошо. Надеюсь, она скоро поправится. Не переживай, все нормально будет. Мальчики, привет. Итан, как там Виолетта? Не очень. В больнице. В больнице? А что случилось? Я тебе потом расскажу. Итан, ты, наверное, переживаешь? Пойдем, я тебя кофе угощу. Ничего не понимаю. Анализы все в норме. Но ваш парень сказал, что все очень плохо. Да у меня обычный кашель. Я же говорила, со мной все нормально. Ну ладно, еще немного последим за вами и отпустим. Отдыхайте. Не переживай, Итан. Если что, ты всегда можешь со мной поговорить. Спасибо, Ама. И за кофе тоже. Мне уже пора идти. Ой, интересно, что произошло с Виолеттой? Да ничего такого. Поваляйте немного в больничке. Ей полезно будет. Что-то не понимаю. Да нормально все с ней. Это я постаралась. Нет, Эмма, сегодня в школу не пойду. Неважно, себя чувствую. Наверное, грипп какой-то. А, да? Ну выздоравливай. Итан, там Виолетта. Ну что, Виолетта? Не знаю. Походу, ей очень плохо. По телефону не поняла. Но ей нужен доктор. А зачем ты это сделала? Ну, пока Виолетта в больничке, у меня есть возможность подкатить к Ейтану. И ты все это сделала ради этого? Ну да. Правда, я умная. Я думала, вы с Виолеттой лучшие подружки. Так а при чем тут это? Ну, ты подкатываешь к ее парню, пока она в больнице. Из-за тебя, кстати. Ой, давай только без этих нотаций. Ой, я скоро с ума тут сойду. Привет, Виолетта. Привет, Сьюзи. Забери меня отсюда. Да я бы с радостью. Тем более тебе лучше поскорее вернуться. Да я знаю. А, ты уже узнала про Эму и Итана? А они тут при чем? А, да так, не бери в голову. Нет уж. Раз начала, тогда рассказывай. Ладно, я тебе расскажу. Только никому не говори, что это я. А, хорошо. В общем, пока ты тут в больнице, Эмма подкатывает к твоему Итану. Чего? Да. Вот как, значит, подруга поступает. Чувствую, я уже выздоровела. Эй, еще нельзя уходить. Эмма, Эмма, ты успокойся. И ты после этого называешь себя моей подругой. Да все же нормально было. Что случилось? Почему мне рассказывают, что когда меня не было в школе, ты к Итану подкатывала? Да кто это тебе такое рассказал? Да какая разница, кто? Ты все неправильно поняла. Не подкатывала я к Итану. Девчонки, доброе утро. Что-то тут не так. Итан, она к тебе подкатывала, пока меня не было в школе. Откуда она узнала? Да тихо ты. Значит, все-таки правда. Ну, держи. Эй, стоять. Итан, чего стоишь? Помогай. Виолетта, успокойся. Между нами ничего не было. Повезло тебе. Эй, аккуратней. Бен, чего стоишь? Помогай. Давай я помогу. Я сам могу Лейли помочь. Ботан, ты что меня не услышал? Все, ладно, раз ты хочешь, сам помогай. Держи. Спасибо, Макс. Слушай, Лейла, можно тебя помощи попросить? Да, конечно, можно. У учителя сказали, что они отпустят меня на спортивные соревнования, если я не исправлю оценки. А я тебе как помогу в этом? Ну, у тебя вроде нет проблем с оценками. Можешь со мной позаниматься? О, это лучше к Бену. К Ботану? Ни за что. Он и так вечно говорит, что я тупой. Не буду я у него помощь просить. Ну ладно. Но говорю сразу, я не такой гений, как Бен. Так мне и этого хватит. И кто ей рассказал все? Не знаю. Привет. А что это вы там цельной не поделили? А тебе какая разница? Вон, иди к своему Ботану. Да просто спросить хотела. Она меня предала. А с этого момента поподробней? Она подкатывала к Итану, пока меня не было в школе. Ой, какая плохая подруга. Не притворяйся. Я знаю, что вы все к нему подкатываете. Я нет. Ну да. У тебя-то вообще шансов нет. А вот от нее я такого не ожидала. Чего это у меня шансов нет? Ой, нищая, не смеши меня. Кстати, а ты случайно не знаешь, кто ей нравится? Не знаю. Вы ведь с ней подружки. Да ее не поймешь. Ей каждый раз кто-то другой нравится. Бен, слушай. А я красивая? Да, очень. Блин, ну вот как Виолетта все узнала? Понятия не имею. Но ничего, с Итаном не получилось. У меня есть еще один вариант. И он свободен. Кто? Эмма, может, хватит уже пялиться на этого качка Макса? Сьюзи, отвали. И чего она к нему клеится? О, кто-то запал на Макса. Ладно, ладно, шучу. Слушай, Лейла, а что Макс хотел от тебя в классе? А ты чего спрашиваешь? Ну, просто интересно. Не хочешь, не рассказывай. Ну, ладно, не буду. Ну, вообще, рассказывай. Да ничего такого, просто попросил с учебой помочь. А ты что, ревнуешь? Да нет, не ревную. Мне вообще все равно. Ах так. Виолетта, а чего ты тут стоишь одна? Что-то случилось? Итан, не мешай думать. Думать? Ого, такое редко случается. Да чего вы меня сегодня все бьете? Я же просто шучу. Макс, вау, ты такой сильный. Это да. Нравится? Конечно, нравится. Такие мускулы. Каждый день тренируюсь. Мне очень нравятся сильные мальчики. Ага. Вот ты и попалась. Макс, ну, мог бы хотя бы не опаздывать на первое занятие. Прости, меня эта Эмма не хотела отпускать. Макс! Ну, ладно, садись, начинаем. Записывай. Ты что, даже ручку не взял? Вот, держи. Ай! Ой, ай, как больно. Виолетта, что случилось? Отвали. Я помочь хочу? Отвали, я сказала. Макс, помоги мне, так нога болит. Виолетта, прости, я тут занят. Отнеси меня в медпункт. У меня очень нога болит. Прости, Лаэла. Нужно помочь. Да, конечно. Ой, Макс, спасибо тебе. Ты мой герой. Это что такое? Макс, сбрось ее. Ой, Макс, ты что делаешь? Девочки, не кричите на меня. Я запутался, что мне делать. Ты чего? У него на шее повисло. Макс, неси меня в медпункт. Макс, не трогай ее, я тебе сказала. Почему вы мной командуете? Я начинаю паниковать. Ты что делаешь? Не приближайся к нему. Ой, а что? Неприятно, когда твоя подруга клеится к твоему же крашу. А кто сказал, что он мой краш? Макс, ну и чего ты тогда нервничаешь так? Макс, подожди. Ну что, помог? Нет. В общем, да. Давай продолжим. Вот, записывай тему. Бен, тебе чего? Да так и чего, просто смотрю. Ты можешь смотреть в другом месте? А я тут почитать хочу. Короче, темы линейные уравнения. Макс, вот ты где. Ты не мог бы мне помочь? Нет, Эмма, я сейчас занят. Ну мне очень нужна твоя помощь. Без тебя я никак не справлюсь. Макс, ты разве не поможешь девочке, раз она просит? Эх, ладно, что помочь? Чего улыбаешься? Виолетта, угадай, что у меня есть. Если снова лягушку подсунешь, получишь. Да нет, я билеты в кино купил. Пойдешь? Итан, я мега богатая. У меня дома свой кинотеатр. Ты думаешь, ты удивишь меня походом в кино? Ну, прости, я же не такой богатый, как ты. Ты можешь придумать, что это нормальное, чтобы уделить меня? Уделить? Ты слышала? Ей вообще ничего не нравится. Ага, мне бы твои проблемы. Поверь, лучше не надо. Виолетта, хоть твоя девушка. А Макс на меня вообще внимания не обращает. Будто я не существую. Ну, а чего ты тупишь? Понятно же, что надо делать. Вот мне непонятно. Может, объяснишь? Ну, если он спортсмен, значит, ему тоже нравятся такие девочки. Спортивные. Я знаю, что мне нужно. Спасибо, Итан. Не за что с Юзи. О, нашла. Спасибо, Макс. И это все? Ты меня только за этим позвала. Ну да. Мне бы кроме тебя никто не помог. Теперь я могу идти. Подожди, Макс. Зачем тебе куда-то уходить? Может, проведем время вместе? Пойдем погуляем. Мне нужно заниматься с Лейлой. Так ты что, не можешь позаниматься со мной? Вряд ли ты мне сможешь помочь. Ну, я тоже умная. Спроси у меня что-то. Что вы спросите? Короче, Эмма, мне пора. Лейла, ну вот, ушла. Что такого случилось, что нам нужно было уйти? Вот, смотри. Та-дам! Я получил хорошую оценку по контрольной. Ты серьезно? Ты каждый день их получаешь. Мне кажется, что ты просто не хочешь, чтобы я помогала Максу, а больше времени уделяла тебе. Да нету, с чего ты взяла? Просто признай, что ты ревнуешь. О, Лейла, да сколько можно? Ревнуешь, ревнуешь. Мне все равно, делай, что хочешь. Ах, так? Ну ладно. Уй, зря я это сказал. Итан, я тут, помоги! Ну, Сьюси, что с тобой? Если бы спорт это не мое. Зачем ты вообще это сделала? Ты же сам сказал, что ему нравятся спортивные девушки. Вот я и подумала. Спорт же разный бывает. Не обязательно железо поднимать. А что мне тогда делать? Вот, держи. Теперь ты баскетболистка. Тоже спорт. Итан, где ты раньше был? Я чуть себе руки не поломала этой палкой. Макс, подожди. А куда ты идешь? Домой. Слушай, Макс, а мне помощь твоя нужна? Без меня никак. Без тебя никак. Все, Макс, пошли. Проходи. Ну, говори, чем помочь нужно? Ты сначала садись, покушай. Чай будешь? Вот, давай. Кушай, кушай. Спасибо. Макс, а можно у тебя кое-что спросить? Да, конечно. Спрашивай. А тебе кто-нибудь нравится из нашей школы? Ну, да. Есть одна девочка. Красивая, умная. Я так и знала. Виолетта. Это что такое? Итан, как ты не вовремя? А по-моему, очень вовремя. Ты что, хотел мою девушку поцеловать? Я? Да, ты. Я тебе сейчас... Что? Ничего. Приятного аппетита. Итан, да что тебе нужно? Со мной, значит, не захотела в кино идти, чтобы с ним целоваться? Да не целовались мы. Ну да, потому что я помешал. Так, Итан, иди домой, потом поговорим. Привет, Лейла. Смотри, что я тебе принес. Спасибо, Бен. Как приятно. Сам насобирал. Для тебя. Да я вижу, спасибо. Что-то еще? Да нет. Ну ладно, я тогда пойду. А смотри, как еще умею. Сьюзи, хватит. Я уже поняла. Нет, ты смотри. Оп. Ой, прости. Итан, полегче. Лед, как ее понять? Со мной гулять не хочет, а с этим качком целоваться она хочет. Ничего не поняла. Ты про кого, Итан? Про Виолетту. Про кого же еще? А с кем она целовалась? С Максом. Она целовалась с Максом? Не успела, я помешал. Но губы свои тянула. А он что? Да при чем тут он? Вы же хитрые. Ну я ей. Виолетта целуется с Максом? Тогда зачем этот баскетбол? Баскетбол. Да при чем тут этот баскетбол? Мне что делать? Ну так поговори с ним по-мужски, чтобы он отстал от Виолетты. И заметил ту, которая любит его по-настоящему. С Максом? Ты в своем уме? Я не хочу в больницу. Да, согласна. Не подумала. Что ты делала с Максом? А тебе вообще какая разница? Я тебе по-моему ясно сказала. Не подходи к нему. Ну что я могу сделать, если я нравлюсь ему? И он мне. Ты ему нравишься? Не придумывай. Он сам мне это сказал. Не верю. Не мог он такого сказать. Ну так спроси у него. Все, я готова. Надеюсь, в этот раз нам никто не помешает. Да ничего. Значит, продолжаем. Макс, это правда, что сказала Виолетта? Я откуда знаю? Ну вы вообще-то тут заняты. Помолчи, нищая. Правда, что она тебе нравится? Кто? Виолетта? Нет, не правда. Фух, я так и знала. Ну ладно, не буду вам мешать. И что это только что было? А, вот ты где. Нужно поговорить. Итан, что тебе нужно? Сейчас не понял. Ну о чем ты хочешь поговорить? О вашем поцелуе с Максом. Итан, да не целовались мы. Но ты хотела. Ну так сразу и говори, что ты хочешь поговорить о том, как я хотела поцеловать Макса. А тебя вообще не смущает, что у тебя есть парень? Да, ты прав. Нельзя так. Ладно. Можешь просто извиниться и... Мы расстаемся, Итан. Что? Мы расстаемся, Итан. Что непонятного? Но почему? Мне нравится другой мальчик. Макс? Да. Но он ведь тебе никогда не нравился. Это раньше было. Сейчас нравится. Ну ладно. Думаю, на сегодня хватит. Завтра продолжим. Спасибо, Лайва. Лайва. Бен, напугал. Не хочешь сходить погулять? Ты меня приглашаешь? Да. А на свидание или просто погулять? Просто погулять. Ладно. Пошли просто погулять. Она меня бросила. Что? Что слышала? Бросила меня. Вот так дела. Из-за Макса. Она сказала, что он ей нравится. Чего девочки так запали на него? Не знаю. Сьюзи, что мне теперь делать? Как мне ее вернуть? Может, твоей Виолетте тоже спортсмены нравятся? Да нет. Никогда не нравились. Ну тогда чего она тебя бросила ради Макса? Похоже, все-таки нравится. Да. После занятия учебы нужно потренироваться. Макс, и ты тут даже не знала. Да, как обычно. А я бы тоже решила потренироваться. Знаешь, я так люблю спорт. Никогда тебя тут не видел. Ну, кроме как на занятиях. Ну, я просто всегда приходила после тебя. И она тут. Чего приперлась? Не твое дело. Макс, а покажешь мне? Я тут решила спортом заняться. Покажешь мне пару упражнений. Без проблем. Нет, он уже мне помогает. Ой, а смысл? Где вообще ты, а где спорт? Макс? Макс, а как этим пользоваться? Вот так. Смотри, не надорвись. Хочешь проверить, кто из нас сильнее? Эй, девочки, успокойтесь. Хотите решить, кто из вас сильнее? Решите это по-спортивному. Как скажешь. Мне вообще все равно, как его уделать. Давай, сдавайся. И я так целый день могу. Макс, ты смотришь? Да, смотрю. Все, я больше не могу. Я победила. Ну что, Макс, как тебе? Отлично, девчонки. Я бы еще с вами посидел, но мне нужно идти. Спасибо, что провел домой и за то, что пригласил погулять. Слушай, Лейла, а ты можешь больше не заниматься с Максом? Почему? Ну, просто. Бэн, ну что плохого в том, что Макс хочет учиться, а я ему в этом помогаю? Ну. Ну, закрыли тему. Ну, ладно, до завтра. Так, ты все понял? Как только девочки заходят, мы начинаем. Да меня можно прямо сейчас на Олимпиаду отправлять. Как же все болит. Предлагаю ненадолго завязать занятия спортом. Согласна. Привет, Виолетта. Как дела? Отвали, Итан. Смотри, как тебе мои банки? Ты меня слышал? Отвали, Итан. Что с тобой вообще? Со мной ничего. Вот, решил спортом заняться. Ой, плохая идея. Не советую. Почему? Спорт отстой. Я думал, тебе нравится. Что нравится? То, что руки отваливаются. Или тяжело ходить. Ничего не понимаю. Спасибо, Бен. За что? За цветы. За какие цветы? Ой, ну ты и романтик. Не притворяйся. Это же ты мне цветы под дверь положил. Такие красивые. Что она сказала? Я сам не понял. Цветы какие-то. Понравились? А тебе-то что? Это ты ей подарил? Ну да. Так понравились или нет? Нет. Блин, надо было другие покупать. А ты чего ей цветы даришь? Ботан, ты как маленький. Зачем мальчики дарят девочкам цветы? Я ничего не понимаю. Что мы делаем не так? Им нравится Макс потому, что он спортсмен? Или потому, что он просто Макс? Что-то мне кажется, что уже все. У меня нет шансов. Нет. Мы так просто не сдадимся. Сьюзи, да сколько можно уже, а? Если ты ничего не сделаешь, они уведут Макса. Макс, не занято? Нет, не занято. А ты чего такой грустный? Хочешь, я тебе подниму настроение? Да вряд ли это у тебя получится. Ну а вдруг получится? У меня нет денег, чтобы поехать на соревнования. А я так долго к ним готовился. А, тебе деньги нужны? Лейла, я запрещаю тебе общаться с Максом. Ого, вот это заявление. С чего бы это? Потому что он... Он... Что он? Не могу сказать. Бен, чего беситься вечно из-за этого? Потому что он плохой. Не нужно ему помогать. Бен, если ты не скажешь мне реальную причину, почему я не должна ему помогать, я буду ему помогать. Я не могу сказать. Ну тогда прости, я буду ему помогать. Не переживай, Итан. Тебе просто нужно немного расслабиться и перестать думать о этих девчонках. Ты права, Сьюзи. Привет, Эмма. Не могу не думать о Виолете. Всем привет. Макс, а я тебя жду. Хочешь потанцевать? Макс будет танцевать со своей девушкой. Девушкой? Макс. Да, мы с Виолетой теперь встречаемся. Ну а как же... Макс, принеси мне коктейль. Ну что, выкусила подруга? Ах, так. Значит, тогда я буду мутись с твоим Итаном. Итан, хочешь потанцуем? Отойди от него. Да, отойди от него. А что, Итан теперь свободный. Хочешь быть моим парнем? Да, хочу. В смысле, Итан? А как же Виолетта? Сьюзи, прости. Я тебе все потом объясню. Вот, держи, любимая. Макс, мы уходим. Но мы только пришли. Я сказала, мы уходим. Итан, и что это только что было? Сьюзи, сорри, честно, я не хотел этого. Ну, ты это сделал. Да я специально, чтобы Виолетту позлить. Ты не только Виолетту разозлил. Прости, Сьюзи. Ты должен бросить ее и вернуть Виолетту. Да, конечно, брошу. Ну, смотри мне. Вы чего сюда приперлись? Ну, мы ведь здесь тоже учимся. О, привет, Лейла. Привет, Макс. Ну так что, сегодня все в силе? Макс, чего ты разговариваешь с этой нищей? Не говори на нее так. Ой-ой, кого-то попустили. Макс. Макс, не нужно. Зачем тебе эти проблемы? А вот у меня Итан слушает все, что я ему говорю. Правда? Конечно. Эй! Сьюзи, я все объясню. Не надо ей ничего объяснять. Итан, послуй лучше меня. Отойди от нее. Ты мне обещал, что бросишь ее. В смысле бросишь? Блин, как все запутано. Эй, ты, Качок, отойди от Лейла. Да что здесь происходит? Эй, ботан, ты чего? Макс, любимый, иди ко мне. Любимый? Лейла, ты все не так подумала. Так ты встречаешься с Виолеттой? Фух, а я уже подумал. Нет, я не встречаюсь с Виолеттой. Как это не встречаешься, Макс? Лейла, она мне заплатила, чтобы я притворился ее парнем. Мне просто очень деньги нужны. Да, все понятно. Итан, мы расстаемся. Фух. Макс, так значит, Виолетта тебе не нравится? Я знала, что нравлюсь тебе больше. Да не нравитесь мне вы обе. Отстаньте от меня. Ура, они ему не нравятся. Мне другая девочка нравится. Я даже не понимаю, что здесь происходит. Да, но мы с тобой делов натворили. Согласен. Так, облажаться перед Лейлой, она теперь подумает, что мне деньги важнее, чем она. А мне не надо было Сэмой мутить. Думал, позлить Виолетту, а вышло еще хуже. Может, ты знаешь, что делать? Если честно, не очень. Эх, а мне так Лейла нравится. Попробуй ей все объяснить. Может, получится. Она вообще захочет меня слушать. Ну, а ты попробуй. А я тебе сразу говорил, а ты меня не слушала. Бэн, ты вообще о чем? Я про Макса. Да мне вообще пофиг. Лейла, дай я тебе все объясню. Да не надо мне ничего объяснять. Я понимаю, ты обиделась, но мне нужны были деньги. Макс, да успокойся, я не обижаюсь. Не обижаешься? Да нет, конечно. Фух, а я уже подумал. Макс, я, конечно, понимаю, что я тебе нравлюсь. Макс, ну да. Но это не взаимно. Ха-ха! Батан, молчу. Как это не взаимно? Ну, вот так, Макс, прости. Это значит, что я тебе не нравлюсь? Нет, мне кое-кто другой нравится. Понятно. А кто это тебе нравится? Ох, Бэн, ну ты и дурачок. Девчонки, отстой. Макс, значит, у вас с Виолеттой и все было не по-настоящему? А, да нет, она мне не нравилась никогда. А кто нравится? Да, уже не важно. Просто я знаю одну красивую девушку, которой ты нравишься. Если это не Лейла. Да при чем тут Лейла? Согласен, пофиг на Лейлу. Так, кто эта девчонка? А ты угадай. Ну, я даже не знаю. Я так понимаю, простить меня будет сложно. Забей, из-за этой мести Эмми я сама не понимала, что делаю. Так, значит, мы сможем вернуть все обратно? Не надейся, что это будет все так легко. Я с Максом не целовалась, а ты с Эммой я видела. Конечно, конечно, Виолетта. Я сделаю все, что ты скажешь. Хм, прям все? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!